ну здрасте всем привет вы находитесь на канале чеггеряут с вами прослушка меня зовут альтер и сегодня мы слушаем кучу непонятных исполнителей которых вы мне советовали послушать я думаю нет смысла тянуть и что-то говорить давайте начнем слушать первым у нас будет раим трек называется сэн тумана немножко напоминает так это казахстан наверное да такой казахстанский туман прикольно слушать непонятно конечно о чем песня наверное про любовь не думал пожестче будет но по музыкальной составляющей прикольно идем дальше безо мне предлагали послушать альбом ну так как я этого чувака не знаю я не хочу тратить на весь альбом время поэтому давайте послушаем психопат бит хорош короче безо ну как я помню сейчас поисковике вел это чувак который в армии там еще трек записывал да какой-то давайте послушаем каньи безо каньи у ли я не каньи ну потому что ты по музлу уже не каньи идем дальше блай да блай блай да блай соул биркес это казахстан да блин вот вообще другое звучание так прикольно звучит и если бы это звучало на русском то я бы это себе добавил я тоже так могу зачитать просто у них там реальный текст будет а у меня будет давайте дальше события балла сантис насчет сантиса прям кучу комментариев мне приходило и сообщение и так далее типа послушай послушай 52 герца но еще был комментарий забытый балла я думаю балла это типа ребенок у нас все сегодня казахский выпуск грустненько грустненько но со смыслом я бегу далеко далеко я бегу далеко далеко от всего меня тянет обратно я стараюсь стать лучше с каждым днем но это неправда я заберу твою печаль я стану лучше я обещаю ведь я точно знаю будет лучше 52 герца вообще альбом вышел но мы слушаем только треки я останусь улыбка если лягу под землю у меня все наоборот через звезды их тернем теряю хорошее нахожу плохое я всего лишь странник в этом огромном наоборот через звезды их тернем теряю хорошее Ну, в общем, Сантис, как я понял, чувак такой, рэп со смыслом. Внезапно сменился трек. Балдежная концовка. Но слегка грузанул, конечно, грузанул. Идем дальше. Йодзу и Мак-98. Я так понял, это тоже Казахстан. Забавнее было бы смотреть на них, когда они писали это в студии. Чтого себя. Ты чё? Тихо-тихо. Вау. Вау. Нормально, чтобы всё было. Тихо, спокойно, опьялись, по-моему. Вот интересней стал трек, вообще. Это пока более-менее, который мне понравился. Ну, я так понял, это Мак, да? 98-й зашёл так на трек. Это вообще было очень неожиданно. Прям знали. Эй, чувак-чувак, мы знаем, чё тебе нравится. Нравится то, что под конец трека сменяется музло. На, держи. Прикольно. Окей. Принц. Чего я могу сказать о Принце? Одно время я слушаю очень часто трек «Дыми-дым». Он меня прям с ума свёл вообще как-то в своё время. И мы на тусах его, короче, включали. Курили под него. Вот. И мне, короче, предложили прослушать «Ассорти», но альбом я целый не буду прослушивать. Давайте выберем какой-нибудь трек. «Каждому своё». Ну, такой лайтовый вообще трек. И голосок такой прокуренный, чувачка, какого-то какого-то нарика. Будто Кендрик я, только с Фейсом Принцем. Они все хотят с нами крепко подружиться. Пока налкипать. Ну, с Кендриком сравнить себя, это, конечно, сильно. Не сказать, что прям вообще круто зацепило. «Дыми-дым» была покруче. «Омир», «Йодзу» и «Бэнс». Сколько трек идёт? Охренеть, как долго трек идёт. Я две минуты прослушал. Да, но прикольно. Пока. Семь минут. Блин, мне нравится бит. Он вообще прикольный. Что вообще значит «Омир»? Не знаю, как переводится. Но мы опять куда-то попали, оказались. Где-то возле леска, будто. Дождь идёт. Окей. Короче, ребят, кто слушал этот трек, напишите мне, что значит «Омир» и вообще в чём прикол вот этого всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольно так. Мне кажется, столько я бы не тянул. Если бы только завершающий трек альбом был бы, то возможно. Но он был такой прикольный. Короче, это второй более-менее понравившийся. Даже больше понравившийся. Так, Сагат. Сагат у него целый альбом. И мне, по-моему, несколько треков его советовали. Но я не помню какие треки. Я, конечно, для себя выписал пламя. Но пламя это совместный с кем-то трек. Поэтому я не буду это слушать. Лучше послушать. Грязь. Интересно. Пока. Я вот только узнал, да, о чуваке. У него уже тут сольные концерты. Причем он едет еще в Казань. Клуб Нора. Давайте послушаем другой трек какой-нибудь. Черный маг. Давайте так. Прикольный чувак. Прикольный. 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 Даже не знаю, что это как-то. Не стоило мне это включать. Все. В общем, на этом из ваших предложек кончилось. Мияги. Мияги же у нас выпустил второй. Что-то красивый поход будет. Читаю текст. Ну. Красный. Давайте заново. А я вначале не услышал этих ля-ля-ля. Вот что, прикольно. Посыл же крутой еще. Ну, прям кайф. Забавный ты на веке, сука. Никто. Нига шо ли? Подожди-ка. Они же раньше, по-моему, не прятали это слово. Почему интерес так? Короче, трек добавлен. Очень прикольно. Спасибо, Мияги. Слиму, Скитобои, Красное Дерево. Кто не в курсе, Красное Дерево, это чувачок, который фигачил во времена еще многоточие и так далее. В общем, ну, прикольный тип. И альбом у него недавно прикольный вышел. Я его прослушал уже, как бы, без прослушки. Сорян. Но, если кому интересно, можете послушать, поностальгировать. Не стыдный олдскуль. Олдскуль. Слимусь. Короче, музло прикольное. Качает. Да. Режим, сейчас не вы увидел. Как вы увидите, как Нагиев, когда поставил на сборную, они вдруг забили. Лаввед падает на гиве. небо синее, как настроение в Филе. В Америке некр нетро убили. Гугл лучше меня знает, кто мы такие. Перед мусорской системой люди Нагиев. Эй, но нас ты вряд ли потянешь за слово. Заметаем следы лучше, чем у сыпь Искова. На черноматом стиле с телеванкелек Нагиева. Прикольно. Тоже добавлю себе. Буду гонять в плеере. Идем дальше. С Моки Мо у нас. Совсем недавно у него выходил альбом. Этого трека, по-моему, там не было. Мне кажется, можно выпускать уже маленькое... Ну, маленькое. Оно и так маленькое. В общем, EP можно выпускать с их песнями. Вот и все, мы закончились, как этот сильный дождь. Вот и все, мы... Прям как Баста и Тати когда-то. Валесе нас не соберешь, вот и все, мы забудем, может, даже имена. Вот и все, но ты лучшая моя весна. Вот и все, вот и все. Вот и все, вот и все. Вот и все. Блин, короче, нравится мне Lil'Kate, походу. Спасибо, С Моки Мо. Добавил я себе этот трек. Неожиданно, я думал, сейчас С Моки Мо будет. Луна. Шучу, 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 я не буду это слушать. Гуф пусто. Давайте слушать, что он представил. Грусть. Печаль. Гуф грустит. От него Кэти ушла. Я надеюсь, тут не будет много автотюна. Она ушла, но по сути никуда не делая. На стене ее картина висит, как и висела. Висит, чтобы отпугивать левых сучек. Пока я не встречу кого-то лучше. А лучше я никого не найду никогда. Я уверен. Не, но на самом деле я. Постарайся простить меня хоть на чуть-чуть. Эх, гуф, гуф. Леша, Леша. Что ж ты такая, Леша? Грустно, печально. Вот. Ладно, не будем о грустном. По-моему, мы все прослушали. Давайте какой-то итог подведем, да? В общем, Йодзу и Бенз и МАК-98 в принципе прикольные треки. Их можно погонять, послушать. Блай да Блай. Сагат, по-моему, интересный, короче, парнишка. Вот. Но я бы добавился и Йодзу и МАК-98. Может, у них еще что-то есть интересное? Есть что? Пишите в комментариях. Вот. Мияги очень порадовал трек. Жду альбом. Я думаю, он уже на подходе. Вот. Ну и все. В принципе, также мне прослуш... Бля-а-а. Также мне советовали прослушать Томас Фрасс. Замирса Грязного. Жак Энтони, я помню, я еще должен прослушать. Выше покурите альбом Север, по-моему. Я слушал. У меня записано. Но, короче, ну, недоволен я этой прослушкой, поэтому я ее не буду выкладывать. И Нинтендо у нас недавно выпустил альбом. Вот эти, короче, пять, получается, да? Альбомов на подходе. Вот. Ну, а пока предлагайте, пишите что-нибудь еще. Это была просушка. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Изменить колокольчик. Все, все, пока. Check it out.